Особой активности абитуриентов регистраторы пока не отмечают. За три дня с начала процесса пропуски на ЦТ получили всего 90 человек. Это при том, что итоговое количество зарегистрировавшихся абитуриентов обычно превышает 3000. Низкая активность вовсе не означает, что молодежь передумала продолжать учебу. Абитуриенты скорее заняли выжидательную позицию в надежде на изменение ситуации, говорят в пункте регистрации. Дело в том, что банки повысили комиссию за оплату регистрационного взноса. И теперь за каждый платеж 18 тысяч за один предмет взымают комиссию в 10 тысяч рублей. Чтобы снизить расходы абитуриентов, в пункте регистрации готовы принимать оплату регистрационного взноса одной квитанции с общей суммой. Пункт регистрации рекомендует оплачивать стоимость централизованного тестирования одной квитанции с указанием назначения платежа за централизованное тестирование. Это связано с тем, что банк при приеме платежей взимает комиссию, которая иногда составляет более 50% стоимости самого теста. Поэтому, чтобы уменьшить сумму платежей для абитуриентов, мы принимаем квитанции, в которых не указываются предметы, по которым абитуриент проходит тестирование, а просто указано назначение за централизованное тестирование. И по сумме мы будем видеть, на сколько тестов абитуриент планирует зарегистрироваться, сколько тестов оплачено. То есть, если это 18 тысяч, то один предмет, 36, два, то 54 тысячи, соответственно, три предмета. Пункт регистрации в Сарегорском горно-химическом колледже будет работать по общему для всех таких пунктов графику со 2 мая по 1 июня с 9 до 19 часов в будние дни, в рабочие субботы 16, 23 и 30 мая с 9 до 18, в воскресенье и праздничный день 9 мая для пунктов регистрации выходной. Как и прежде, зарегистрироваться и участвовать в централизованном тестировании можно в любом пункте тестирования и не более чем по трем предметам. Что касается порядка регистрации, то он не изменился. Абитуриент приходит в пункт регистрации с действующим на момент обращения и сдачи тестов паспортом, удостоверением беженца либо справкой об утере документа и квитанцией об оплате за прием и оформление документов. В этом году зарегистрировать абитуриента для участия в централизованном тестировании могут и его законные представители по доверенности, но только по уважительной причине, подтвержденной документально. Можно зарегистрировать абитуриента для прохождения централизованного тестирования в случае невозможности его личного прибытия в пункт регистрации по доверенности, либо доверенное лицо, либо законные представители абитуриента. Но обращаю внимание абитуриентов, что эта причина должна быть уважительной и подтверждена документально. Также обращаю внимание, что учитывая период регистрации, это целый месяц, то, например, такая причина, как отсутствие на соревнованиях в течение двух или трех дней, или кратковременное заболевание тоже может быть рассмотрено как возможность прибытия абитуриента самостоятельно. Поэтому лучше, конечно же, не тратить дополнительные средства. Это и нотариальная заверенная ксерокопия паспорта, это и выдача доверенности. То есть лучше абитуриенту, конечно, подождать, когда будут у него обстоятельства и возможности прийти зарегистрироваться самостоятельно. Для проведения централизованного тестирования в этом году установлены компактные сроки две недели с 14 по 27 июня. Сертификаты получат все, кто наберет один балл и более. Результаты отныне можно будет узнать только на сайте Республиканского института контроля знаний или путем СМС-запросов. Пункт регистрации такой информацией владеть не будет. Как и не будет проводить испытания по китайскому языку. Эту новую возможность абитуриентам предоставят лишь несколько пунктов проведения ЦТ в Минске. Впервые в этом году абитуриенты также будут сдавать два теста в один день – всемирную историю и географию.